МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем внимание, вот этот наш заявитель с бородой мужчина. Лев Васильев, 43 года. Заведующий кафедрой философии в столичном вузе. Женат, детей нет. Подозревает супругу в неверности. Здравствуйте. Денис, Дима. Лев. Приятно, Лев. Очень приятно. Послушаем вас, расскажите. Ну, наша история с Альбиной, знаете, не совсем типична для современного общества. Дело в том, что мы с Альбиной женаты уже более 8 лет, и мы живем в плавареническом браке, то есть без секса. Совсем? Да, вообще без секса. Для нас главное единение душ. Но это ваши первые отношения, извините, этот вопрос? Да нет, конечно. Были отношения с девушками. Я их сам бросал. Дело в том, что они не понимали меня, не понимали моего стремления к совершенствованию души. А у Альбины были отношения? Я бы не хотел рассказывать об ее отношениях, но она тоже не нашла родственную душу. И тем не менее, она что-то вас заставляет сомневаться в ней. Да, вы знаете, в последнее время она стала живо интересоваться сексом. Как это проявляется? Во-первых, она мне предложила перейти на новый уровень отношений, что меня очень удивило. Я ответил категорическим отказом. И после этого она, в общем-то, больше мне, конечно, не предлагала подобного. Но она стала заглядываться на мужчину. Прямо такое ощущение, что она их вожделеет. Самый вопиющий случай я пришел с работой. И вдруг застал ее за просмотром порнофильма. Естественно, я ей сказал Альбину, что происходит. Но она замяла разговор. Это что меня тоже очень крайне удивило. Потому что обычно мы с ней дискутируем, обсуждаем. А тут как-то вот сразу нет. Я вообще, честно говоря, не собирался обращаться в вашу программу. Просто я понял, что это единственный выход, чтобы как-то вот продолжить наши отношения. Чтоб не было никакой лжи. Потому что я чувствую, какой-то червячок гложет, червячок сомнений. Понятно, понятно. Ну, давайте постараемся развеять ваши сомнения. Всего доброго. Жду от вас новостей. До свидания. До свидания. Странный случай, но, похоже, мы беремся за дело. Ясно. На следующий день наша команда приступила к работе. История супругов Васильевых действительно нетипичная. Нашего заявителя беспокоит не столько физическая измена, сколько духовная. Эта наружка мы зафиксировали. Подозреваем, а? Альбина Васильева, 38 лет. Преподаватель философии в столичном вузе. Замужем, детей нет. Че, следим за ней? Ждем распоряжения от Дмитрия. Пешеход, молодец, догоняй объект, она на тебе. Группа веса, ну, сами, наверное, все понимаете. А мы поднимаемся в квартиру. Прием. Принял. Клейка, приготовьтесь, получай сигнал. Альбина покинула квартиру только вечером, и мы не знаем, надолго ли. Так что сейчас оперативники спешат завершить работу по установке системы видеонаблюдения. Дим, перейдем. Да, Тихон. Мост на ней, камер, проверь, пожалуйста, сигнал. Все есть, спасибо, уходите. Ролейка приняла объект. Тем временем Альбина пришла в парк, находящийся недалеко от ее дома. Пока летние каникулы не закончились, и не пришло время возвращаться к преподавательской деятельности, у женщины масса свободного времени. Посмотрим, как она им распоряжается. Витя, а ты где? Я вот на нашем месте, а я тебя не знаю. А звонок общается с Виктором. А, хорошо, ну давай, давай, я тебя жду. Наша подозреваемая ждет какого-то Виктора. У этих двоих есть свое определенное место для встреч, то есть они регулярно видятся и общаются. Запомним эту деталь. Подходит к ней мужчина, какой-то Виктор, видимо. Похож на тебя. Привет. Привет. Ну, ты чего задержался-то? Да, пробки после работы как раз. Ну, ты как всегда, за работой, да, все? Да, конечно, как всегда, работай, работай, приятного работай. Обсудив работу и текущие новости, Альбина завела с приятелем абстрактный разговор про отношения мужчины и женщины. Но постепенно он становился все более личным и интимным. Смотри, ну, вот я конкретизирую, а вот что касается секса? Ну, для меня, да, он важен. Насколько? И похоже, что она флиртует, какой-то научный разговор. Твори, это страсть. Несмотря на то, что парочка сейчас говорит о сексе, ничего фривольного в их поведении нет. Складывается впечатление, что Альбина пытается найти ответы на важные для себя вопросы. Положим, если человек и лишит секса. Допустим, ну, ты с любимым человеком, но нет почти... Тема все равно странная. Да, разговор. Ну, ты это сейчас о себе говоришь? Ну, я вообще спрашиваю. Я не могу спрашивать. Она психолог, можно на работу какую пишет. Тем интересным. Я могу предложить пройти ко мне? Витя, извини. Как сильный контакт там был. Ты неправильно поняла. Извини, пожалуйста. Мне нужно идти. Виктор неправильно расценил откровенность приятельницы. Альбина смутилась и резко попрощалась. Наша подозреваемая вернулась домой и больше никуда не выходила. Меняйте группы. Наступил второй день наблюдения. После обеда Альбина снова отправилась на прогулку в парк. Продолжаю следовать. Какой-то мужчина. Видимо, она к нему навстречу идет. Даю звук. Привет. Привет, Альбинушка. Привет. Прекрасно выглядишь. Звук проходит. Как у тебя дела? Да все нормально. По плану. Коль, ну, слушай, я хотела с тобой немножко поговорить. Николай. Давай присядем. Давай, конечно. Чтобы не на ходу. Пойдем туда, там тенек. В парке она совсем встречается. С этим Николаем наша подозреваемая снова завела всю ту же беседу о важности секса в отношениях. Очевидно, что эта тема очень волнует Альбину. Дайте звук. Это такое нормальное человеческое желание, как потребность дышать. Да, да, тема ровно та же. Спать, и так далее. Это просто человеческая либидо, его никто не отменял. Кому-то подобные вопросы могут показаться чересчур наивными. Однако надо учесть, что последние 8 лет женщина состоит в платоническом браке. И если раньше ее все устраивало, то теперь, очевидно, что-то изменилось. Я, кстати, тут такую книгу обалденную купила вообще. Хочу похвастаться. Я знаю, что ты оценишь. У тебя такая библиотека. Не буду говорить, я тебя заинтригую. Я тебе хочу показать. Пойдем ко мне? Пойдем. Альбина пригласила Николая заглянуть в гости. Интересно, она действительно хочет показать ему книгу? Или это всего лишь предлог? Наша команда следит за Альбиной Васильевой по просьбе ее супруга Льва. Женщина привела к себе домой некоего Николая, чтобы похвастаться перед ним уникальной книгой. Внимание, работаем в доме. Давай мы с тобой сначала выпьем. Они вместе в гостиной. Фиксируем. Давай, завстречу. Завстречу. Очень рада тебе. Взаимно, взаимно. Возможно, раз Альбине не удалось уговорить мужа перейти на новый уровень отношений, она собирается сделать это с другим мужчиной. Например, с Николаем. Однако в какой-то момент женщина все-таки вспомнила, зачем пригласила гостя. Это твой тезка, Николай Бердяев. Вторичайшее издание. Книгу она ему показывает, которую обещал Бердяев. Не такой уж и дичайший, между прочим. Звонок, внимание, я. Я слушаю. Нет, это у него звонок. Нет, я по близости. Не важно, фиксируйте все. Я понял. Через 15 минут буду. Похоже, посиделки у нас заканчиваются. Что-то случилось? Знаешь, да, не хочу уходить, но... Слушай, давай я тебя промашу. Похоже, наша подозреваемая не рассчитывала, что Николай так скоро ее покинет. Она еще не все обсудила, не все вопросы задала, да и книгу Бердяева не удалось толком рассмотреть. Она с ним пошла наружка, которая здесь, здесь, здесь и заявитель наш, ее муж здесь. Прием на те улицы подрубили, там заявитель в подъезде подходит, походу, сейчас встреча будет. Наблюдаем, пока не вмешиваемся, спасибо. Как принято, ждем. Слышали, парни, не вмешиваемся, не вмешиваемся. Ей зафиксировали, дайте звук с улицы. До офиса я тебя не поведу, но хотя бы по набережной... Проходит звук. А, привет. Здравствуйте, что вы там делали? Знает Николая. Не в риме? Да, зафиксировали. В риме? Зафиксировали. Зашли, я показала книгу. Я же купила Бердяева, ты же знаешь. Ну, выпили парилки этого литера, все. Наш заявитель находится в крайне нестабильном эмоциональном состоянии из-за своих подозрений. Лев устроил форменный допрос и Николаю, с которым, очевидно, знаком, и своей супруге. Все, Лев, пойдем, дома поговорим. Все, Николай, извини, пожалуйста. Да ничего страшного. Он прям ревнеет. Пойдем домой, все, успокойся. Я тебя прошу, я тебя прошу. Пожалуйста, успокойся. Так, все, не надо. Они в дом пошли. Релейка. Что это такое? Мужика может не везти. Я за ногу бить никого. Сейчас. Принято его не ведем. Последим за ними. Я что там, я пельмени захотел, все. Какие еще пельмени? Либо Лев просто сошел с ума, либо ему нужно прогуляться и взять себя в руки после неконтролируемой вспышки ревности. Пельмени, предлог, он к нам идет. Дима тогда работает. Дима, мы встречаем, я видел тебя. Да понял уже. Работаем улицу. Да, видим Диму в кадре. Здравствуйте. Маляева, скажите, что-нибудь было там? Нет, супруга вас не обманула. Ну, посидели, пообщались, выпили ликер. Это не преступление, я думаю, да. Вчера она, правда, встречалась с мужчиной. С каким мужчиной? Да, уже с другим. Давайте я вам сейчас покажу видео. Ну, почему это, пожалуйста. Это мой коллега. А почему вы мне ничего не сказали, что они общаются? Ну, потому что ничего криминального нет. Мы обычно сообщаем, когда факт измены установлен. Если для вас это измена, встреча в парке, то надо было вам раньше сказать. Да нет, нет, у нас, в принципе, еще как у всех. Ну, тогда что? Неожиданно. Давайте мы будем работать. Да, извините, пожалуйста. Все, не переживайте. Все, не переживайте. Жене ничего не рассказываете? Мы разберемся. Да, хорошо. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо вам. Наш заявитель все-таки отправился за пельменями. А мы вернулись к наблюдению за его супругой. И как раз вовремя. Альбина кому-то звонит. Алло, Алекс? Лёгкий Алекс. Разговор с ним. Я хотела бы с тобой видеться. Договариваются с ним о встрече. Ну, ты, например, можешь завтра ехать? Да, точно? Возможно, наша подозреваемая решила опросить всех знакомых мужчин на интересующую ее тему. В том числе и некоего Алекса. Похоже, платонический формат брака больше не кажется Альбине идеальным. и женщина пересматривает свою прежнюю систему ценностей. Походу завтра гоньте у нас. Наступил третий день наблюдения. Наша подозреваемая договорилась, что сегодня к ней приедет какой-то Алекс. Готовится к встрече, прихорашивается. Вот так эффектно выглядит, а? Звоночек есть в дверь. Да, есть у подъезда стоит какой-то человек. Относительно молодой, кстати. Да, видим его. Да, привет, она будет открыта. Заходи. Этот Алекс отличается от остальных знакомых Альбины. Прежде всего, он значительно моложе. Однако важнее другое. Мы видим, что наша подозреваемая собирается встречать гостя в дизобелье. Этот мужчина не относится к интеллектуальной среде, как все предыдущие приятели Альбины. Он похож, например, на тренера или массажиста. Не в спальне уже. Я хотела с тобой поговорить, Владимир. Ты не против? Поговорить это двойное тариф. Ну ладно. Эксперименты в нее продолжаются. Хотела поговорить о отдельной тарифе. Это что? Значит, в итоге Альбина выбирает секс за деньги. И куда только подевались все ее высокодуховные нравственные искания. Ну, он типа за деньги это делал. Животные инстинкты оказались сильнее. Единению душ женщина предпочитает теперь единение тел. Подъехал Денис. Дмитрий встречает Дениса на месте событий. Им предстоит дождаться заявителя и рассказать ему о том, что его высокодуховный союз с супругой потерпел крах. Привет. Привет. Ну что, Лев рядом? Да, он уже подходит, так что он позвонился. Парни, у нас тут секс закончился. Парень этот по вызову покидает квартиру. Сейчас появится у вас там. Увидели его? Да. Отпустим. Работник какой-то. Давай отпустим, а что мы ему скажем? Ему как раз вопросов немного. Он снимает парня. Снял фоточку, сделал. Память может быть. Зарывается на общение? Не ведем его. Ну, может, и пишем, что он ушел, собственно говоря, потому что основные вопросы к Альбине. Внимание, заявители увидели. Звук подготовки. Подходит. Принял, спасибо. Звук готов. Ведущий ждут. Здравствуйте. Привет. Понял. Раз вы меня вызвали, значит, что-то случилось. К сожалению, да. К Альбине сегодня пришел молодой человек в гости. Она вам изменила. Если готовы смотреть видео, давайте покажем его вам. Это что, ее студент? Нет, не студент. Это проститут. Мужчина повызвал. Ну, все. Врачи, подготовьте. По-моему, мужику сейчас плохо станет. Готово. Он направился. Пойдем. Направился внутрь. Ребята, мы поднимаемся наверх. Синяя. 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 В квартире установлена камера, в которой зафиксировали все, что происходило здесь у вас с молодым человеком, который от вас ушел буквально недавно. Как ты могла опозорить меня? Здесь наш род! Я не знаю, что я с тобой сделаю. Так, Лев, сядь, успокойся. Можно не снимать? Смотрите, как у вас состояние. Это вымешь? Вызвала какого-то жигола. Лева, Лева, сядь, пожалуйста. Я тебе все. Ничего, я успею. Послушай, мне не нужен секс с тобой. У нас прекрасные с тобой отношения. Лично ты придумала. Лева, это ты придумала, это не я придумала. Выслушай меня. Я слушала тебя достаточно долго. Лева, пожалуйста, имей ко мне уважение. Я твоя жена. А вам про уважение говорить? Да. Это ваш научный эксперимент. А, серьезно? Да. Вот как они выглядят, я хотя бы буду знать теперь. Я не знаю. Вот такая у вас наука, да? Не знаю. Дай мне такая наука. Вы знаете, что Фрейд тоже проводил свои эксперименты. Лева, ты слышишь меня? Как ты говоришь, послушай себя. Что ты говоришь? Лева, я говорю тебе правду. Успокойся. Успокойся. Браво. То есть для вас это только эксперимент, никакой изменой? Безусловно. Вы правы. А что для вас изменой? Можно узнать тогда? Так, простите, как вас? Дмитрий. Проститутка. Дмитрий, я думаю, что вам самое время покинуть этот баллотин. Вы латынь знаете? Нет, не очень. Знаете, как по латыни будет? Пошел. Куртизанка дешевая. Лев, давай успокоимся и приняем какое-то решение. Что мы делаем дальше? Может быть, вам уйти сейчас отсюда? Не видите ее? Нет, 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 нет. Восемь лет. Так не бывает. А что же вам нужно сказать под свои эксперименты? Я бы нашла к нему подход и спокойно все им объяснить. Когда? Мы восемь лет в браке. И вы знаете, мы всегда находили общий язык, пока вы не вмешались. Давайте, прекращайте съемку. Я должен успокоиться. Спасибо вам еще раз. Спасибо. Парни, ну, что делаем? Ждете распоряжения. Объяснение пока не снимать. Покиньте, пожалуйста, помещение. Дверь не знаете где. Такая наука. Лев остался подумать. Я думаю, что нам продолжим научный диалог со своей супругой. Нам, если больше делать нечего, пойдемте. Пойдемте, ребята. Лечку не отключаем. Да, я здесь смотрю, все пишет. Спасибо. Кому-то звонит, по-моему, или пишет, что так будет. А просто находит на все аргументы. И так убедительно это делает. Ну, ты смотри, как они направляют. Леву сядь, Леву сядь. Может быть, ему это и нужно? В квартире все спокойно, мирно. Но наблюдение мы продолжаем. В таком фундаменте, может, проще будет что-то построить. Либо наоборот, сделать выводы и пойти дальше уже. По-одельски. Семейка интересная. Весьма. Стоп. Спасибо всем. Супруги Васильевы пытались найти какой-то компромисс, чтобы сохранить свой брак. Однако у них ничего не вышло. Развод и раздел имущества происходят мирно и интеллигентно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова